Дорогие друзья, Кубок Мира продолжается. Дисциплина «Свободная пирамида». Тургер организован Международным комитетом по пирамиде и Федерацией бильярдного спорта России. Сегодня играют Иосиф Абрамов, Россия, Азиз Мадаминов, Киргизия. Но прежде чем мы перейдем к матчу, посмотрите предматчевое интервью наших участников. Добрый вечер, Азиз. Вы начинаете этот турнир так же, как заканчивали предыдущие, финалом против Иосифа Абрамова. Прошлый финал вы пересматривали, как-то переживали его заново? Добрый. Я смотрел этот матч, анализировал. В этом матче анализировал, что играл один человек, а у меня не получалось просто. Чтобы получалось, какие вы выводы сделали к этому турниру? Не нужно просто ошибаться. Какую-то специальную подготовку вы вели конкретно к этому Кубку мира? Нет, я сейчас в хорошей форме, тренировался, готовился. Думаю, все получится. Я в одном из интервью прочитал, что вы регулярно слушаете музыку, чтобы настраиваться на матч. Какую музыку слушали сегодня? Сегодня не слушал. Так получилось, что времени не было. То есть вы не настроились на сегодняшний матч? На сегодняшний как-то не получилось. Не знаю. В машине ехал как-то. Неудобно было. Хорошо, спасибо. Удачи вам. Иосиф, добрый вечер. Вы начинаете этот Кубок мира так же, как заканчивали прошлый Кубок чемпионов с тем же самым соперником. Ваши слова перед тем финалом вызвали бурное обсуждение. Вы сейчас можете признаться, это был намеренный трэш-ток для того, чтобы вызвать какие-то бурные эмоции перед тем финалом? Да, на самом деле я это сделал намеренно, чтобы разогреть аудиторию на финальную встречу. И в принципе получилось. До сих пор это обсуждают, до сих пор об этом говорят. Но я его не считаю, как бы, я это уже сто раз говорил, что не считаю его за слабого игрока. А наоборот, это топовый игрок и считаю, что в пятерку лучше ходит на данный момент. Поэтому никакого неуважения в моей речи не было тогда. Вы как-то специально готовились к этому турниру. Может быть, какие-то сюрпризы Азизу и нашим зрителям ждать от вас сегодня? Ну, тогда у меня была первая игра с Белозеровым. Не очень удачно. Вообще, всегда начинаю турнир не совсем хорошо, но сейчас к этой встрече готовился намного лучше. Надеюсь, показать хорошую игру, во-первых, а во-вторых, выиграть. У вас много разных побед уже. Вот та победа на Кубке Чемпионов в прошлом турнире. Какое место среди ваших триумфов занимает? Как вы себя оцениваете? Ну, точно не первая. Даже не вторая, не третья. Думаю, что в пятерку входит пятерку. Спасибо вам, удачи. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Итак, мы снова с вами на «Биллиарде». И это уже второй матч в Кубке Мира, который мы регулярно показываем. И, конечно же, вы услышали первые впечатления и Азиза Мадаминова, и, конечно же, Иосифа Абрамовой. Напомним, что это таким же был состав финала прошлого Кубка Чемпионов. Поэтому с особым интересом мы приступаем к просмотру этого матча. Ну, а вместе с вами его будут смотреть Александр Пухленко, вице-президент Международной Федерации «Пирамида» и коммендатор Игорь Швецов. Добрый день, Александр. Здравствуйте, уважаемые зрители. Ваши ожидания от этого матча? Ну, мне очень интересно, как сыграет Азиз Мадаминов, потому что, скажем, технически он не уступает ни в чем Иосифу Абрамову. А вот психологически прошлый матч мне показался, что Азиз проиграл именно психология. Подвела. Слишком перенервничал, зажался и не смог показать всю ту игру, которую он показывал до этого. Ну, действительно, это был, в общем, для финала уникальный, наверное, случай, когда спортсмен забил всего семь шаров за время всего поединка. Финального – это вот как раз в кавычках достижение Азиза. Но мне показалось, я вот общался с ним как раз во время интервью, мне показалось, что он по-прежнему очень напряженно и очень нервничает перед этим матчем. Ну, есть две крайности у спортсменов. Некоторые так это вольготно подходят. Да, ладно, я выиграю. А другие перенапрягаются. Вот этот второй вариант похож. Ну, я думаю, что Азиз должен был сделать какие-то как-то уроки. Уроки они учат. Но мы видим, кстати, вот элемент разбой – это очень важно. Это свидетельство о психологическом состоянии игрока. Когда четко забивает игрок с разбой, это значит, все нормально. Поскольку, если игрок нервничает, он обычно закорачивает руку, и удар такой невнятный получается. А тут очень четкий удар. Здесь мягко, свободно. Ну и, соответственно, у него в первой партии инициатива. Ну и обратите внимание на титр, на котором бежит секундомер. На первый удар после разбоя у каждого из участников 60 секунд. Затем на каждый удар будет по 35 секунд. Ну и один раз за партию может спортсмен, каждый из спортсменов взять по 35 дополнительных секунд. То есть, в общем, если вы смотрите иногда международные трансляции пуловские, и появляются такие правила и в снукере, вы представляете, о чем идет речь. Вот теперь это есть и на турнире по русскому бильярду. Ну, Азиз отлично забивает второго шара. Самое интересное, что в том памятном матче в финале первого шара он сыграл шикарно, а на втором вот что-то тормознулось у него тут. Второй удар прошел нормально. Смотрим третий. Пока просто, видимо, будет забивать шары, поскольку особого выхода здесь не сделать, позицию не улучшить. Просто надо забить. Ну, Азиз очень любит такие дальние чужие, насколько я знаю. Это точно. Но они хороши, скажем, в начале игры, в середине, а вот в конце игры дополнительное волнение. И они зачастую срываются, эти удары, а удары, они бесконтрольные. И что там встанет после удара, никто не знает. И зачастую игроки попадаются на этих ударах. Да, на разминке-то, конечно, Азиз, причем намного раньше Иосифа приехал, разминался здесь достаточно долго перед этим матчем. Эти удары у него проходили. Но одно дело разминка, другое дело матч. Это точно. Помню матч великолепной восьмерки, когда Андрей Фрейза приехал на разминке, забивал через всю поляну под планку, а потом с руки не мог забить. Ну вот. Ох, какой прекрасный удар. И с подбоем пирамиды. Ну, не удалось подбить, как хотел. Ну, она не рассыпалась. Она по-прежнему достаточно плотна. Наверняка там можно высмотреть какие-то варианты, но они все равно будут сложными, потому что, ну... Но, тем не менее, задел, попал. Это что значит? Это значит, игрок не просто. Он раздваивается внимание. То есть первая часть внимания, это забить шара. И второе, дать определенного винта, чтобы шар от развеции борта подбил пирамиду. Ну, то есть контроль битка. Да, и тем самым усложняется в два раза задача. То есть эти удары, они дорогого стоят. Одно дело просто забить на отмашь, другое дело планово. Ну, с плановым. Так, это будет отыгрыш, видимо. Нет, играет. Опасный удар. И теперь ход за Иосифом. Ну, в этой пирамиде, вот, можно, наверное, сейчас посмотреть план сверху. В этой пирамиде там... Своячок, скорее всего. Чудой практически не падает. Сложно что-то найти. Ну, начать со своячка. Пирамида рассыпана. Поэтому тут уже будет... Продолжение будет. Потом открывается еще одна пара. Следующая. Главное сейчас четко реализовать свяяка. Такой свяячок не очень приятный. Он чуть тоньше, чем обычно. Надо играть. И с левым винтом. С вращением. Так, сыгрывает шара Иосиф. И вот теперь пара стоит. Для него-то такие свяяки просто хлеб с маслом. Да, но когда игрок играет с винтом, очень важно вот в длину удара провести кей ровно столько, сколько нужно. Поскольку если закоротит удар, шар скинет вправо. Если слишком длинно, заберет влево. Поэтому тут как бы двойная задача. Еще шарбузы. И Иосиф пытается сделать серию. Ну, свободная пирамида, либо американка, как ее называют в клубах. Да, она игра, конечно, серийная. Тут по одному шару бессмысленно забивать. Тут надо стараться сыграть на серию. Ну, я хочу сказать, провести такой немножко ликбез. Поскольку основная аудитория, я надеюсь, у нас процентов 95, это любители бильярды, которые не очень часто играют в бильярд, которые любят его смотреть. И, конечно, для них очень важно объяснять, что, как и почему. Они многие вещи не понимают. Ну, или играют, но, может быть, не знают тонкости каких-то правил. Конечно, конечно. Да, нюансы, именно нюансы. Я могу поспорить, что процентов больше 50 зрителей, которые сейчас смотрят, не знают, что такое свободная пирамида, во что они вообще играют. Ну, давайте мы уж так не будем наших зрителей принижать. Я думаю, что все-таки больше. Я почему это говорю? Я надеюсь, что аудитория зрителей растет не поднимо по часам. И очень много зрителей. Я знаю, я знаю, в примере снукера, прекрасный удар с левой руки. И с выходом получился. Но под этот удар пришлось дополнительные брать 35 секунд Иосифу. Шар 13-й, 13-й. Несчастливый он оказался для Азиза. Вот четко, сыгранно. У меня такое ощущение, что... Ах, хотел, только хотел сказать, что у Азиза будет мало шансов в этой партии. И тут же. Но ошибка серьезная. Я хочу сказать, не такой сложный шар был. Но очень мощный вид был нижний. Очень мощный. Мне кажется, немножко тоже нервы появились. Слишком сильный удар был. Может, не надо было так сильно бить. Ну да, и сейчас, в общем, позиция раскрылась гораздо больше. И, ну, все возможности для Азиза открыты. Надо, в общем, выбрать просто правильный вариант развития событий. Но тут получается, что когда позиция открыта, то нервное напряжение возрастает. Потому что игрок понимает, что эта проблема больше не подойдет к столу. Поэтому тут двояка. Мы же все-таки говорим об игроках высочайшего уровня, у которых огромное количество побед. И это действительно Кубок Мира. Здесь собраны лучшие из лучших. Ну, не самый легкий шар выбирает Азиз. Резка довольно большая. Но уверенная. Молодец. В середину выйдет шарик? Не выйдет. Вот такой красивый план у нас. Вообще, план сверху. Это, конечно, очень для бильярд. Вот это очень хорошо. Еще все четко видно. Азиз. Он играет все-таки в середину. Он у чужого. И опять же, не самый простой. Да. Еще и свой мог упасть. Такой нервный жест, да, делает Азиз? Недоволен он собой. И как-то нехотя отходит от стола, словно бы не веря, что... Он еще раз проигрывает, как бы, этот удар. Вот. Ну, раз уж мы начали говорить, что такое свободная пирамида. Свободная пирамида, как в клубах ее обычно называют, американка. Но, прошу не путать. Американкой также некоторые называют американский бильярд-пул. Но вот американка, это игра, скажем, русский бильярд. Почему свободная пирамида? В конце 90-х годов нужен был выход на международный уровень. И тогда еще комитет по пирамиде, международный комитет по пирамиде. Встала задача войти в мировое бильярдное сообщество. Сейчас посмотрим за ударом. Да, последние 10 секунд осталось. Есть. И ведь попытка перевести Шарот в нижнюю правую луку. Но перекатывается предательский шар. Сваячок есть. Вот такой сваячок, который может и застрять. Сваячки в американку, особенно на слабом ударе, очень опасно. Они могут застрять. А в американку, в свободную пирамиду, застрявший шар, это катастрофа. И опять левую руку. И опять с левой руки. Но это очень важно, когда спортсмен использует обе руки. Прекрасно. Причем уверенно использует. Уверенно. Но я хочу сказать, что Иосиф всегда бьет очень уверенно. Иногда, может быть, слишком уверенно. Но в данном случае... Он вообще человек, уверенный в своих собственных силах, по-моему, не только на бильярде. Так, ошибка. И вот важно, где встанут шары. Как они расположатся. Вот верхняя правая луза. Вот Азиз как раз любит таких забивать. Хотя шар очень сложный. Сейчас давайте еще посмотрим, какой вариант Азиз выберет. Потому что есть выбор у него. В теории, зная, как он любит чужие, может и чужого играть. Так, скорее всего, чужого и будет. А других вариантов тут особо и нет. Только чужой в правый верхний угол. Других вариантов нет. Другой вопрос. Он может сыграть с выходом. С левым нижним винтом перевести в правую нижнюю лузу. Биток. Вот сейчас посмотрим. Вот левый нижний винт мы видим. Так, забивает. И вот попытка перевести в угол, но слишком сильно. Нет, шар касается губок и остается. То есть, в принципе, все, что... Ну, конечно, самая главная задача была забить. Но, в принципе, планировал такой отскок. Азиз чужого будет бить. Ну, Азиз больше любит чужих. Да, но это... Семь шаров у него уже есть в этой партии. Свояк тоже просматривается. Ну, так тянуться неудобно. Да. Вот так вот. И опять вот он не понимает, что, почему. Ну, а потому что лег на стол, начал тянуться. С этой позиции очень тяжело забить. Очень тяжело сделать четко удар. Может, надо было отыграться. Почему нет? У тебя семь шаров. Ну, я так понимаю, что эти два игрока не любят слышать. А вот это очень серьезная ошибка. Удивительно, на самом деле. Оба, в общем, не так давно играли хорошие турниры. Оба демонстрировали классный бильярд. И тут выходят на матч. Важный матч крупного турнира. Да, стартовый поединок. Но ошибок много в этой партии мы наблюдаем. Ну, я хочу сказать, это так называемое стартовое волнение. Для бильярдного матча это нормально. К партии к третьей, четвертой разойдутся. Бывает, что сразу с хода начинают. А бывает, что надо какое-то время перебороть. Побороть свои нервы. Долго провожал этот шар. Словно бы не помнил о счете. Получается, что не семь шаров. У него было шесть, да? Так, ну что? Неужели чужой? Неужели чужой? Ну, люди вообще слова отыгрыш не знают. Неужели это необходимо? Ну, зачем? Ну, игрокам виднее. Нам тут проще сидеть, рассуждать. Вот. Но я считаю, что это ошибка стратегическая. Ну, зачем такого шара играть? Попал-то хорошо. Ну, тяжелейший шар. И может быть наказание. Еще обычно после таких ударов игра наказывает. Обычно еще так встают позиции, прямо к лузам подкатываются шары. Еще повезло, можно сказать, Азизу. Ну, и чужого играет Абрамов. Да, 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 да. И тоже не забивает. Нервы. Вот оно, яркий пример, да? Поставь на тренировке такого шара и с 10-10 забьет. Даже еще и с закрытыми глазами. Да. Есть же такая тренировка у спортсменов. Игра с отворотом. То есть, если у тебя рука, мышная память хорошо развита. То есть, встает игрок. Прицеливается, потом поворачивается. Либо поворачивается, либо зажмурится. Игра либо с отворотом, либо зажмурится. Это хорошая тренировка. И если ты не попадаешь в точку на шаре, тренируйся дальше. Значит, что-то не то. Первый отыгрыш. Первый отыгрыш. Но, кстати, такой отыгрыш. Не самый лучший. А с другой стороны, особо на игре ничего и нет. В принципе, задача выполнена. Хотя, вот эта фраза на игре ничего нет. Когда играет Иосиф Абрамов. Да, это очень большие условности. Так. Смотрит на время. Отыгрыш или... Нет, отыгрыш похоже. Отыгрыш, перевод. Ошибка. По-моему, ошибка. Не докатится. Да. Не докатил до борта. Что-то как-то долго судья выносит решение. Он объявил победу. Ну, понятно. Просто как-то все это проходило в каком-то замедленном, как во сне. Вот. Надо напомнить зрителям, почему штраф. Дело в том, что условия правильно выполненного удара, это когда после соприкосновения шаров, один из шаров коснется двух бортов, либо коснется борта, перекатится середину, либо перекатится середину и коснется борта. Дело в том, что я надеюсь, что, конечно, аудитория зрителей русского бильярда растет. Вот. И поэтому нам придется повторяться. То есть повторять некоторые вещи, поскольку приходят новые телезрители. Конечно, для них это важно. Понимать, что происходит. Знать какие-то правила. Вот. И что касается... Надо закончить мысль по поводу названия «Свободная пирамида». Так вот, в конце 90-х годов Международный комитет по пирамиде, он вошел в Афемирную конфедерацию бильярдного спорта. Вот. А есть правило такое в Международной конфедерации бильярдного спорта. Запрещено называть игры, привязывать их к местности. Там, московская, итальянская, там, и прочее. И пришлось все названия менять. Ну, раз бой крайне неудачный. Крайне неудачный. У меня такое ощущение, что больше нервничает в этом матче Иосиф. Ну, да, ему надо как-то вот ту суперуверенную шашкой на голо победу в прошлом финале как-то подтвердить, что ли, на глазах у всех. А не получается. Ну, на самом деле, вот то, что сейчас происходит, это борьба с собственными нервами. И, в принципе, очень важно уметь настроить себя на игру. Даже если игра не идет, даже если что-то не получается, надо уметь себя взять в руки. Вот я думаю, что сейчас и пытается сделать Иосиф. Ну, сейчас больше шансов взять себя в руки как раз у Азиза. Он устал, а здесь устал, а это все-таки чуть проще сделать. Конечно. На сильном ударе бьет, да, Свояка? Да, вонзает шара. И вот на таких, наверное, ударах Свояков лучше играть в американку, поскольку меньше вероятности Шар застрянет в лузе. То есть, если он не войдет, то он уйдет на другую часть стола. Да, он хотя бы отскочит, да. Ну, пока, я хочу сказать, повезло. Иосифу, да, что все-таки шары не так уж встают. Бывает, что прямо у луза встают несколько шаров. Ну и все, просто собирай. А тут все-таки надо еще выход делать. Так, еще шар лузи. Ну, уверенно забивает, да, в середину. И что дальше? Может быть, желтого. Так, милет. Наклейку. О наклейках мы еще попозже расскажем. Да, ну, тут самое главное, может быть, стоит прямо сейчас упомянуть, что буквально несколько дней назад кейс сменил Азиз. Да, 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 да. Очень неудачно. Ну, очень неудачно. Ну, мы просто видим какой-то прямо очень действительно необычный матч. Ну, такое нервное начало. Это так называемый вирусный мандраж, который передается, видимо, от одного игрока к другому. Ну, вот из той части зрителей, которые не знают, что такое свободная пирамида, которая, наверное, все-таки есть среди наших зрителей, и которые не часто смотрят, они, может быть, сейчас решат, что мы какой-то турнир любителей показываем. Да, что вот вроде бы рассказываем о том, что это такие супермастера, они выходят и допускают ошибки. Ошибки одна за другой. А это два мастера, которые за последние там 4-5 месяцев выиграли чуть ли не все турниры. Да, в том-то и все дело. Ну, или, по крайней мере, были в призах, если играли. Там буквально у Азиза там 1-2 турнира за полгода, где он в призах не был, а так, ну, все время призовые места, финалы. Ну, вот потихонечку, потихонечку приходилось. Но опять, вот в чем ошибка сейчас Азиза? Может, не стоило подбивать кучу? Потому что он сейчас дал кислород, просто дал кислороду. Надо было, может, дожимать. Ну, вот это опять стратегия и тактика. То есть не только техника решается, исход матча, а еще и тактикой. Так вот, я хочу сказать, что тактичка... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как промазал. При том, что это же фирменные удары Абрамова. Просто провалил удар. Я просто глазам своим не верю. Просто провалил удар. Да, такое бывает. Такое бывает. Хотя не часто. Чтобы оба игрока допустили столько ошибок в одной партии. Ну, сейчас уже вроде как вторая, но ошибки не прекращаются. Ну, скажем, в начале матча, да. Так. Оттяжка. Вот в угол идет шар. В угол идет шар. Ну что, свычок. Вряд ли там есть чужой. Хотя, все, может быть. Но свычок-то попроще. Куда? Куда? И опять такой же удар, на котором уже попался один раз. Ну, сейчас вроде получше шар. Да, получше. И перевод в левую нижнюю лузу. Самое главное, что он ближе к лузе стоял. Тот шар, который играл. Ну, не совсем хорошо встал шар. Не так, как хотел. Хотел в самую лузу поставить. А здесь шара. Да, но давненько и Иосифа не видел, чтобы столько ошибок допустил. Шар в лузе с четкой, четкой остановкой. О, да. Шесть шаров. Ну, тут выхода не нужны. Тут надо просто забивать. Забить будет 7. И, пожалуйста, там стоит свояк 8. Главное забить. Четко реализован шар. Может, еще улучшит позицию. Нет, ну, поставил очень хорошо себе шара. Сейчас надо посмотреть угол отскока. Камера иногда искажает угол отскока. Так, вот игра из-за спины. Да. Четко реализован шар. Да, просто как в пуле так быстро прицеливается. Ну, на самом деле, когда бьешь из-за спины, нельзя долго целиться. Спина немножко затекает. И тут надо прицелиться и ударить. Но 7 шаров. 7 шаров. Это был 8-й шар. Довольно так, немножко на кураже. Ну, и большой перевес был в счете. Всего 2 шара было у Абрамова. Так что 2-0 Мадавинов ведет. 2-0. Иосифа очень сложная ситуация. Ну, а у нас короткая пауза в нашем репортаже. Ну, что ж, третья партия у нас грядет этого матча. Но мы еще не представили еще одного участника этих событий. Юрий Сагайдак, судья международной категории. Конечно, без него, мне кажется, уже и непривычно будет смотреть за этим турниром. И все внимание на разбой пирамиды, поскольку, ну, сейчас, наверное, не надо говорить, насколько это важно. Вообще, в американку забить с разбой это очень важно. Нет, нервный, очень нервный удар. Очень нервный удар. Хотя чуть не упал один шар все-таки вот в эту левую нижнюю вузу. Да, так называемый дурак, да? Как это случайный шар в простонародье дурак, да? И этот же шар играет Абрамов. Уверена. А какой интересный удар с обратным винтом. Правым перевод в нижнюю левую лузу. Идеально перевел. Идеально. Ну, идеально, если бы в самой губке встала. Но отличный перевод. И сейчас можно развивать атаку. Ну, остановка на месте. Чуть-чуть подкат. Еще улучшил ситуацию. Ну, шара четыре. Еще можно сыграть. Тут можно собрать... Ну, на самом деле, кажущаяся легкость. На самом деле, стоит ударить чуть сильнее, и шар ляжет на борт. Удар через шара. Очень грамотно, очень грамотно играет Абрамов. Пока все очень четко. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, все-таки падает. Вот оно, счастье. А была попытка перевести шара в противоположную угловую лузу, и неудачно. Но повезло. Что такое? Так, сваячок. И опять. Да, опять не очень чисто заходит шар. Но, тем не менее, сколько? Шесть шаров уже собрал. Сейчас это очень важно. Очень важно почувствовать игру. Вот какая элегантная, да, постановка. Эта постановка называется «Мост». И опять шар протискивается в лузу. Да. Ну, собрал моментально эту партию Абрамов. Это важно было для него. Потому что, конечно, в матче до шести побед начать с 0-3 с таким соперником, это было бы непросто. Да, и он доказал нашим телезрителям, что все-таки, что он действительно чемпион филот. Собрался. Но, опять же, кто дал этот шанс? Дал Азиз. Не забил с разбоя. Сильно разбил пирамиду. И тем самым дал кислорода сопернику. А сейчас будет разбой Игорь Асифа. Но мы помним, как неудачно он, если Мадаминов в первой партии очень чисто, очень четко разбил и забил с разбоя, то Абрамов-то как раз не сделал этого. Смотрим. И опять. Да что ж такое. Очень далеко от Лузы. Бывает у игроков небольшая хитрость. Они не забивают шара. Специально. Специально. Но при этом минимально разваливают пирамиду, насколько это возможно. Потому что по правилам есть определенные правила, потом расскажем. Разбоя пирамиды. Но тут в данном случае он развалил пирамиду и на Лузу не сыграл. То есть такое ощущение. То ли до конца сам не понимал, что делать. Странно. Разбой – это тот элемент игры, который игроки тренируют часами. И, в общем-то, он должен быть наигран до автоматизма. Но я хочу сказать, что пирамида рассыпана, но ни одной подставки нет. То есть все шары рабочие. Стоит промазать сейчас Азизу. И я думаю, что может. Ну, давайте мы будем больше говорить все-таки о положительных. Нет-нет, я к тому, насколько сейчас напряжение есть, безусловно. Вот оно и сказалось. Так, в середину шар мы видим. Причем шар такой, что можно развить успех. Там можно сыграть одного шара, подкатить биток. Биток – это тот шар, по которому бьет игрок. Ну, вот такой ликбез. Нет, подкатить довольно тяжело будет, поскольку есть резко. Если только с винтиком слевым. Сейчас посмотрим. Нет, не стал. Перевод в противоположную среднюю. А что? Очень неплохо. Чуть-чуть докатил. Отличный удар мы видим. То есть игрок не просто забивает шара, а еще планирует траекторию битка. Чтобы биток, отразившийся от двух бортов, даже в данном случае от трех, вышел на середину. Да, такие рассуждения больше характерны для пула. Но и для русского мы видим... Ну, как это говорится, без комментариев. Ну, нервы, 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 нервы. Просто как канаты натянуты. Странно, выиграл партию, уже должно было бы отпустить, по идее. Такое ощущение, что немножко безалаберно вот этот удар исполнял Иосиф. Может такое быть? Да, он может, хочет найти вот эту свою игру на кураже. На легкости. Да, на кураже. Подошел, забил, подошел. Но это вот надо поймать, это состояние куража, пока не получается. Ну и, в общем, конечно, сложно сейчас от пирамиды что-то отщепить, чтобы вот играть этот шар, который в створе луза. Да, да. Сейчас можно забить и подбить пирамиду. Да. И вот тут очень важен боковой винт. Левый, правый. То есть игрок будет сейчас рассчитывать... Или... Сейчас посмотрим. А может быть от трех бортов? Нет, от... Даже не понимаю, честно говоря. Не думаю, что именно в эту точку планировал выйти Азиз. Я думаю, что он просто забивал. Что можно было бы подбить пирамиду, но удар был тогда усложнился. Поэтому я думаю, что Азиз просто забил, а там как-то будь что будет. На самом деле, иногда и так надо сыграть. Потому что начнешь умничать, и еще хуже получится. И перемудришь, да? Да, есть такое понятие перемудрил. Там, где можно было просто собрать 3-4 шара, игрок начинает мудрить и не собирает ни одного. Очень непростой. Ну, как у Азиза было в начале матча вот с этим чужим. Да, да. Очень непростой. Очень непростой шар сыгрывает Азиз. Ну, улучшения ситуации не произошло, но шар в Лузе, тем не менее. Борьба нервов. Конечно, Азизу хочется дать бой. Конечно, хочется... Ну, оправдаться. ...отыграться, отыграться, да. Зато обидное... Обидное почему? Потому что если бы он проиграл в контре, проиграл в борьбе, а проиграл-то он практически без борьбы, и, конечно, ему хочется взять реванш. Ну, самое главное, что вот я смотрел какие-то его интервью после, сразу, практически на следующий день после того проигранного финала, когда 0-7, и всего 7 шаров за весь матч забитый. Матч продолжался буквально час. И сейчас я, в общем, похожие вопросы ему задавал. И он отвечал все время практически и тогда, и сейчас одними и теми же словами, что, в общем, трудно анализировать тот матч, когда ты практически не был у стола, когда ты не играл. Что тогда анализировать? Ну, вот еще одна ошибка. Сложнейший удар в середину, и причем, я думаю, что Иосиф же должен, он же опытный игрок, он же должен понимать, куда выйдет прицельный шар, про которому бил. То есть биток, понятно, он играл в середину, но прицельный шар явно выходил в угол, а шар-то был далеко не легкий. Неужели он играл с заведомым выходом? Вот тут, мне кажется, такая тактическая ошибка была. Тоже опасный удар. Ой, если заденет... Да, и с пирамидой с очень высоким мостом. И такая... Шар в эту лузу каждый раз падает, так это задев губки. Ну, она такая, не самая гостеприимная, эта луза. И опять такой же удар. Вот так Павел Михалов проиграл звание чемпиона мира, когда у него было шесть шаров, он решил закончить партию, потянулся через пирамиду и не забил. А рядом стоял шар, который седьмой шар давал гарантированно. Ну, вот Азиз и понял, сделал вывод. Да, да, да. Он как будто бы услышал. Я потом Павел Михалову спрашиваю, Паша, а что? Вот там же было. А он говорит, ну это вот... В азарте борьбы, хотелось бы закончить. Вот она партия. Звание чемпиона мира на кону. И не удалось. Да, но вот здесь... Где искать продолжение Азизу. Опять что-то выцеплять из пирамиды не видно. Ну, свой стоит, но очень такой рискованный. Или чужой. И самое главное, что заканчивается время на удар. Пять секунд. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Шуму будет. Хотя, если сильный нижний винт, может и не будет. Сейчас посмотрим, на каком ударе. Нет, будет шум. И сразу два шара. Награда. Награда за смелость. И вот, вот, вот расстановка. Все. Практически на партию встал. Но удар сложнейший, сложнейший выбрал Азиз. Справился с нервами, сыграл. Да, и свой, и чужой зашли, да. И встал на середину еще. Ну, на партию. Ситуация на партию. То есть, открытая ситуация. Только собирай. Бортовой шар играет. Не, он не бортовой. Ой! Я глазам своим не верю. Это просто фантасмагория какая-то. Я, ну, слов не подберу. Самое главное, чтобы можно было же играть. Да просто забивай. Без выхода просто собирай все, что есть. А почему в середину не играл? Вот в этой ситуации. Ну, вот стоит шар в середине. Да, на самом деле, тот шар, который он играл, такой же легкий был. Это что-то непонятно. Это просто, просто непонятно. Ну, Абрамов, мне кажется, перекатил биток. Можно было его чуть раньше остановить. Тогда можно было продолжать. Здесь... Тем не менее, Свояк стоит. Свояк стоит, да. И попытка перевода в левый нижний угол. Чуть-чуть сильновато. Чуть-чуть сильновато. Ну, вот тут, с другой стороны, в правый нижний угол стоит парочка, которая, по идее, ну, не может промазать игрок такого класса. И он ее и не промазал. Ну, что я скажу? Ну, забегая вперед. Если, да? Это не такая сложная формулировка. Если Азиз проиграет, то, наверное, вот этот удар... Да что ж такое-то творится, а? Давайте без если. Самое главное, что чуть не упал в середину, дурак. Нам же действительно никто не поверит, что играют игроки столь высокого ранга. Ну, это нервы, это нервы. Я что-то... Я давно такого не помню. Да, интрига закручена. При том, что перед матчем явным фаворитом был, безусловно, Абрамов. В этом не было никаких сомнений. Ну, у Иосифа и больше регалий, и больше побед, и победа в предыдущем матче. Конечно, все говорит о том, что он является фаворитом. Но вот то, что мы видим сейчас, как оба игрока... Да что ж, творится-то на белом свете. Ну, будем ждать, пока игроки... Кто-то из игроков возьмет себя в руки. И начнет показывать настоящий бильярд. Хотя, надо сказать, что... Собрал же Иосиф 8 шаров. Вколачивает, вколачивает шар в лоб за Иосиф. Так, продолжение на середину. Свечок, наверное, на середину. 6-5. Так, свой на середину. Шар в лузе. Но позиция... Ну, не однозначно, скажем, да. Ну... Атаковать, наверное, будет. Вопрос, куда? Свой. Или отыгрыш. Отыгрыш. Не так много отыгрышей мы видели в этом матче. Вот он, один из них. И счет 6-6. В этой партии. Ну, и... Не надо говорить, насколько она важна, да? 3-1, либо 2-2, да? Две больших разницы, как говорят в Одессе. Не понимает, не понимает Иосиф, что с ним творится. Не понимает Азиз, что с ним творится. И мы не понимаем. Никто не понимает. Да, по-моему, по ходу этого матча такой прям даже нездоровый румянец появляется у Иосифа. Что, в общем, мне кажется, для него не самое характерное. Кстати, есть игроки, у которых, скажем, капилляры близко находятся. И никогда волнуется, сразу видно. Они сразу краснеют. Вот. А игроки южного типа такие, как Канебек с Игенбалей. Ой-ой-ой. Забил-таки шар. Приносит извинения. Да, это был явный... В общем, совсем вот посмотрите еще раз. Промахивается чужим. И много промахивается. Но биток... Чудеса. Просто чудеса. Чистенько заходит в лозу. Да. Ну, что дальше? Счастье на стороне Азиза. Ну, надо... Ну, это... Сейчас нервы напряжены. И мне кажется, слишком сложный отыгрыш. Нет. Нет. Чуть-чуть бы докатил еще биток и уже бы игрался свой. Так, конечно, вряд ли Иосиф будет играть. Хотя, может сыграть в угол направо. Но шар-то на середине стоит. Его же... Ее нельзя. Шар на середине. Надо его... Да. Его задействовать. Что, неуж... Нет. Нет. Это не игра. Это отыгрыш. Как мы уже говорили, после соприкосновения шаров, один из шаров должен сделать два борта, либо борт-перекат-середина. Вот. То есть, нельзя просто докатить до шара. То есть, усложнен отыгрыш. Эти правила рождались в течение 20 лет. Русский бильярд претерпевал большие изменения и шел в сторону спорта. Ой, какие отыгрыши. Очень странные. То есть, видно, что отыгрышу на нервах. Свой-то падает. Нет. Так. Ну вот. Пошла череда отыгрышей. Очень обидное поражение, по-моему, Дианы Мироновой, которая вот на так отыгрыше... Ей надо было сыграть два борта, а она чуть сильнее сыграла и проиграла матч. Поскольку нервы напряжены и очень сложно, так называемый, размер удара соблюсти. Прикатить шар в заданную точку. Можно либо не докатить, либо перекатить, а это чревато. Подставкой сопернику. То есть, нельзя давать на игру. И чем сложна американка, свободная пирамида, тем, что надо контролировать два шара. И вот, посмотрите, не один из шаров. Нет, был перекат борта. Но свой играется. Нет. Нет. Никто не хотел умирать. Или все-таки сыграет в угол налево, в нижний левый угол. Похоже, отыгрыш. Все-таки отыгрыш. А времечко-то идет. Надо уже принимать решение. Играет. Зажал. Прямо видно, как зажал. Остановил руку. Надо было руку чуть дальше протянуть. Но я хочу сказать, что повезло. Да, перекатился. Шар мог в середину. Мог угловые губки закуситься и встать там. Вот у меня давно, много лет уже, идея витает. Вот как бы узнать пульс игроков и давление вот в данный момент. Сейчас техника уже пошла на таком уровне, что это возможно. И сейчас бы посмотреть, какой пульс, какое давление. Но это же, это очень важно, да, характеризует игрока, насколько он. Особенно интересно посмотреть на игроков, вот, скажем, восточного плана. Таких, как вот Канебек Сагандыков. Полный. Я вообще ни разу не видел, чтобы человек нервничал. Но он же наверняка нервничает, наверняка. Внутри адреналия должен играть. И вот как раз пульс никуда не скроешь. И вот, честно говоря, может быть и получится в каком-то из проектов добавить вот эти два параметра. Хотя бы пульс для начала. Это будет очень интересно. Забивает. Прекрасный удар. Это говорит о чем? Это говорит о том, что Азиз ошибся на вотыгрыше. Просто сильно под низ, без всякой лирики. Неужели играет? Нет. Вотыгрыш, по-моему. Вотыгрыш. Вообще разводка по двум бортам. Так называемая Николаевская разводка. Один на центре короткого. И второй на центре противоположного короткого. До борта не докатил. Не докатил. Но вообще считается классическое положение шаров, при котором ты практически нет шансов соперника забить. И очень большая вероятность подставить. Ошибиться потом. Вот что? Атака или отыгрыш? Если отыгрыш, то какой? Очень непростая ситуация. Можем было бы ударить в обратную сторону и развести по длинным бортам шары. Но это очень сложный технический удар. Иногда проще броситься на лузу. Посмотрим за решением Азиза. Отыгрыш. Так. Раз борт, два борт. По длинным бортам, да, разводит. Но тоже, в общем, не доводит. Не доводит. Но, по-моему, свычка там нет. А если есть, то очень сложный. Так. Пошел вокруг стола Иосиф. И, казалось бы, зачем он пошел? Нет, он не идет смотреть ситуацию. Он сбрасывает нервное напряжение вот этим кругом вокруг стола. И забивает шара. Ну что, очень интересная партия. Мы посмотрели. Да, ну что ж, напряжение близится к апогею. Ну а к чем это все разрешится, мы скоро узнаем. Спасибо. 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 Да, невероятное напряжение. Самое главное, что напряжение еще замешанное на нервах самих участников. Это было бы напряжение контровой партии, когда один и другой берут партии с Кия. Это было бы другое напряжение. А вот сейчас это удар Абрама. Но мы что видим? Мы видим первую ошибку Азиза, когда он дал. Вот сейчас удар, который забивает Иосиф. И вторую ошибку, когда он не докатил шара до борта, и Иосиф сыграл свои кайты. То есть два раза Азиз ошибся на отыгрыше. Причем оба раза это одна практически и та же ошибка размера удара. Да, поскольку сильнее он боится ударить, он может выкатиться к середину. Бьет тише, тогда он остался у угла. Ну, очень сложная ситуация для игроков. Понятно, что нервы. Но, мне кажется, как только первый кто-то возьмет себя в руки, мы увидим совсем другой бильярд. Сейчас может получиться, что просто кто-то может в ряд начать выигрывать. А может нет. Тем бильярд и интересен. Вот мы видим статистику. Да, ну, забито на один шар больше у Абрамова. Но это равные ситуации. Максимальная серия Иосифа Абрамова. Мы помним первую его выигранную партию, когда он, по сути, с подставки Мадаминова собрал восемь шаров. Максимум того, что было у Мадаминова, это пять шаров. И опять разбой. Смотрим внимательно. И опять. И опять нервы. И опять нервы. Ну, просто всю пирамиду разнес. Да, при том, что опять биток уходит в километре от Лузы. Да. Ну что, вся пирамида рассыпана. Перевод. Вот такой перевод в противоположную Лузу не удается. Не удается он. Ну, слабо, мне кажется, для перевода сыграл. Да, чуть посильнее надо было. Вот. С обратным вращением справа не получается. Ну что, просто забить. Так. Какая-то соринка. Ну, отмело бывают кусочки. Нет, там, по-моему, какой-то волосок. Нет. И опять хотел, да, вот на вот этом кураже, поймать какой-то кураж и порвать соперника. А не получается. Может быть, ну вот, понятно, что в русском бильярде вот этого нет еще у игроков привычки с контролем времени играть. Потому что, ну, или в пуле, или в снукере, да, вызвал бы судью, товарищ судья, уберите вот это вот лишнее и остановите время. И у тебя было бы время, у игрока было бы время на то, чтобы чуть-чуть как-то вот, ну, прочувствовать, осознать этот удар. А он сам отвлекся, лишние вот это вот, лишние движения, которые он делал, убирая вот этот волосок, они, может быть, как раз и не позволили ему забить. Ну, вот Азиз исправился за свой очень плохой разбой пирамиды. Отличный удар в середину с переводом на угол. И продолжает развивать успех. Слишком сильно. Хотел оставить, видимо, в самой лузе. Ну, рядом с лузой. Но ударил сильно. И шар уже не такой простой. Правый нижний винт, видимо, будет. Может, даже и пирамиду, но не пирамиду, а сюда. Остатки пирамиды подбить. Ну, мне кажется, что это очень. Правый нижний винт. Нет. И подбивает. И подбивает. И сейчас смотрим, что получается. Ну, это было бы интересно подбивать, когда ты забил. Здесь ты, шар, не лег в лузу. Но, тем не менее, была такая мысль подбить пирамиду. Но он подбил не для себя. Еще один шанс. Иосифа. Ну, неудобно бить. Неудобно бить. Такое ощущение, что душно немного. Даминово, это как раз тоже показатель того, как он нервничает, как он напряжен. Конечно, конечно. Ну, скажем, восточников игрокам, им проще у них смуглая кожа. Вот этот рюмяниц, о котором мы говорили, не так виден. Да что ж такое. Это называется Броуновское движение, да? Хаотичное. Все шары разлетелись. Кто-то еще продолжает турвальсом. Кратица, да. Подарок. Подарок Азизу. Такое ощущение, что оба 31 декабря играют, готовя на Новый год своему, по-моему, сопернику подарки. Да, да. Эта встреча изобилует такими подарками. И опять большой пробок. А это называется амнистия. Широкая трудовая амнистия. Просто амнистировал. Просто Азиз амнистировал соперника. Кто первый возьмет себя в руки, называется этот матч. Кто первый справится. То есть, в принципе, надо победить не соперника, а себя. В данном случае, да. Надо победить себя. Ну, Абрамов во многих интервью говорил, что для него самый главный соперник он сам. Ну, это... Всех спортсменов такое. Нет, ну, это к вопросу об уверенности Абрамову о том, что он все-таки... Есть спортсмены, которые играют от себя, есть те, кто играют от соперника. Опять не забивает, в общем-то, ни Бином, ни Ньютона. И самое главное, что... Матч подарков и амнистий. Подставка, в общем, откровенная. Не самое, конечно, не в створе луза остался шар чуть-чуть в стороне, но... Я сейчас не завидую тем, кто поставил какие-то деньги на этот матч. Они, бедолаги, весь валидол уже выпили. Надо за второй банкой в аптеку бежать. И тоже ошибках. Хотел перевести в противоположную лузу, либо на месте оценить, даже, честно говоря, непонятно. Ни то, ни другое. Да, ни то, ни другое. Можно было сильный верхний дать за счет верхнего винта ставить шара луза, но... Нет, ну, хорошо еще хоть такое расположение шаров, что есть еще варианты. На середину парочка просматривается. Близко стоящие шары. Сейчас надо внимательно судье быть. Удар должен быть очень короткий. Самое главное, что мы видели и обсуждали как раз с Азизом на разминке похожие удары, когда он... И забивал все. Да. С треском. Но, вот какой винт. Ну, вот. Были у нас споры, кстати, что назвать винтом. Некоторые профессионалы говорят, что винт это боковой винт. Это левый и правый. А верхний это уже не винт. Это уже прокат. Но я знаю, что... Но это уже софистика. Да, это софистика. Я знаю, что многие и тренера даже тренируют. И винт есть и верхний, и нижний, и боковой. Но, тем не менее, вот такой спор был. Но это прямо для программы Мир Бильярда, которая у нас на канале выходит. Где идет такой челлендж, кто дольше заставит шар вращаться. Вот такое ощущение. Сейчас надо уже не думать. Надо просто стараться забить. Не надо. Как только попытка сыграть с выходом слишком умно, она приводит к пробу. Ну, сейчас забил. Сейчас победителей не судят. Да, но, правда, и выхода не сделал. Да, такой приблизительно перевел шар в верхнюю левую лузу. Не глянув на план сверху, хотел было сказать, что что-то похожее в середину. Но нет. Чужую середину тут. Надо сказать, что Азиз играет размеренно. Это, в принципе, неплохо. Он, в общем-то, контролирует свои нервы. То есть не бьет со всей силы. Удары такие размеренные. Насколько уже ударов на последних секундах. Да. И снова не точный. А может, во всем виноваты ки и наклейки? Ведь мы... Но... Как мы уже говорили, если Иосиф сменил наклейку, играет новая наклейка iOS, как мы видели, то Азиз вообще поменял. Он и ки поменял, и наклейку поменял. Причем поменял буквально недавно, несколько дней назад. Может, вот как раз результат. Если я правильно знаю, Иосиф достаточно давно наклейками этой фирмы играет. Просто другое дело, что может быть какое-то новое... Ну, новшество опробует именно с точки зрения самой наклейки. Но именно с этой фирмой он, по-моему, достаточно давно сотрудничает. Ну, самое смешное, что у игроков очень часто бывает... То есть, когда они не забивают, они ищут виноватого. То ли наклейка у него сбилась, то ли что-то с кием, то ли стол кривой. То есть, игрок всегда ищет причину. Редко, когда игрок говорит, да, я сегодня плохо сыграл. Но обычно всегда должна найтись какая-то причина для этого. Ну, по крайней мере, у победителя впечатление этого матча мы узнаем. Неужели будет давить в угол? Раз за разом, раз за разом. Сложнейший шар. Как будто хочет доказать. Нет, я его забью. Все-таки я могу его забить. И не забивает. И практически отдает, ну, не отдает партию, но просто оживляет соперника тем самым. Вот, понимаете, все, что надо в этой ситуации? Забирать все, что тебе дает соперник. Просто тупо одного-двух забил, отыгрался. Одного-двух забил, отыгрался. Ну, отыгрался, когда ты чувствуешь отыгрыш. Ну, мы же видели в предыдущей партии, что и Абрамов, и Мадаминов не могут идеально отыграться. Ну, это что-то... Это уже трикшот. И падает в середину шар. Да, это просто шоу. Это шоу. По-другому не назовешь. То есть это даже не тот шар, по которому он бил. Это еще подбой. Да. Ну, да. И, в общем, конечно... Сложно подобрать эпитеты. Но это что-то необычное. Мы наблюдаем очень необычный матч, скажем так. Надо как-то, может быть, какими-то природными явлениями поинтересоваться. Может быть, какое-нибудь... Магнитное буря. Лунное затмение, да, происходит сейчас. Да, но затмение, мне кажется, где-то в головах происходит. Потому что, ну, невозможно представить, чтобы столько промахов было. И, уважаемые телезрители, вы не подумайте, что эти игроки плохо играют. Поверьте мне, играют они шикарно. И по 8 забивают, и по 12, по несколько партийски я. Но вот совладать своими нервами, это очень важно в бильярдном спорте. Ну, в общем, как и в любом виде спорта. Но в бильярде очень, особенно важно. Поскольку, если... Да что ж такое. Если в каких-то видах спортах можно это заменить силой, да, как вот физической своей силой, то тут... Тут все от головы, поскольку голова задает ход руки. Достаточно в голове быть небольшому сумбуру, и рука, соответственно, идет уже не по заданной траектории. С другой силой, чем планировал игрок. Что в середину? Нет, в угол. Или все-таки... В середину, да. О! Так, забивает в середину. Сложного шара забивает Иосиф. Видно, как он борется, борется с нервами. Вот в данном случае совладал с нервами. Забить бы еще одного-двух, и... Возможно, поймал бы тот самый кураж, который так необходим. Вот перевод. Не просто шара забил, а перевод в левый нижний угол. Ну, немножко сильновато, да. Не очень удачно. Ну, вот не знаю, свояк. Нет, похоже. Нет. Правый нижний угол может быть свояк. Да. Правое боковое вращение. Шар в лузе. Ну, вот такой ощущение, что потихонечку как бы ловит игру. Иосиф. Ну, и середину. Да, причем есть вариации. Можно и в одну, и в другую. Да, да, да. Ну, на тренировке с 10-10. Причем думать о выходе не надо, надо просто забить. Да. Сумел перебороть себя Иосиф. Да, ну и с 0-2 он выходит вперед. 3-2 в сложнейшей борьбе. Продолжение не отпустит нас через минуту-другую. Ну, что же. Итак, 3-2. 3-2 в пользу Абрамова. При том, что три партии очень неоднозначных, но все-таки он выиграл, а разбой не получается по-прежнему. Но сейчас хоть понятно, да? Сейчас заведомо куча не подбивалась, и это, скорее всего, заведомо план такой был. Ну, да. Может быть, понял, что у него... То есть отдать одного-два шара, но сохранить пирамиду в целости. Что сегодня не идет разбой, да? Надо что-то менять. Кстати, это, возможно, это и умное решение. Почему нет? Это решение мастера. Ну, да. Опыта Абрама не занимать. Абрамову. Иосифову, да. Сколько матчей сыграно. Сколько побед одержано. Сколько матчей переломлено. С подбоем пирамиды играл Азиз. Азиз. Азиз, да. Да, и ошибка. Ошибка, которая может стоить партии. Сейчас посмотрим. Ну, такое ощущение вот у меня было, когда он готовился к этому удару, что он так и не нашел удобной позиции для себя. Вот, чтобы он не встал четко. Смотрим. И опять удар с обратным вращением. Перевод в нижнюю, в противоположную лузу. Неплохо. Хотел, конечно, в самую лузу поставить, но тем не менее. И не заходит. Да, и опять... Ну, мы обсуждали уже эту лузу, что она сегодня негостеприимная. Она с трудом к себе пускает гостей. Но без подготовки. Удар был практически без подготовки. Какая-то лихая кавалерийская атака. Это вот то, о чем мы говорили. Он пытается вот эту свою игру на Кураже найти, но Куража-то нет. То есть, игру он пытается найти, а Куража нет. Ну, давайте посмотрим, что у Мадаминова. Не стал накатывать, на ударе сыграл. И правильно, кстати, сделал. Начал бы накатывать, мог бы ошибиться. Так, вот прокаточка шара вперед, остановка. Практически идеальный выход. Так, грустно, грустно смотрит на все это действие Иосиф. Сам виноват. Мне непривычно, в общем, видеть его такой, немножко растерянный взгляд. Ну, потому что количество ошибок зашкаливает. Я думаю, за последние, может, месяца два-три он столько не сделал. Не стал особо умничать. А Азисы просто забил. Ну, потому что есть еще здесь варианты. Ну, неудобно. Если дотронется постороннего шара, то будет штраф. Ну, обошелся без этого. А штраф, это соперник снимает себе шара на полку. Любого, который он захочет. А мы же еще ни одного штрафа не видели. Нет, был один штраф, но там не снимали шара, поскольку это был последний шар партии. Ну, что, вот это любимые шары Азиза. Большая вероятность, что Азиз забьет. А нет. Это как раз была такая лакмусовая бумажка состояния психологического. Когда ты не забиваешь любимые шары, которые у тебя, в общем, твой фирменный стиль, твой фирменный знак. Это значит, что все плохо. Ладно, просто не забивает, а рядом не дал. Ну, то есть слишком большая ошибка была в ударе. Да, он, конечно, ведет 5-1 Мадаминов. Но, тем не менее, 5-1. Но эту партию надо. Надо ему выигрывать, чтобы совсем уж не потерять. Ну, я думаю, что у Абрамова совсем другое мнение. Это точно. Мнение мнением. А ошибся. И ошибся серьезно. Ну, все ошибки. Очень много ошибок на ударах с сильным боковым вращением. Вот сейчас опять была попытка перевода шара с сильным боковым вращением. А при боковом вращении надо очень четко понимать то, что мы говорили. Длину удара. Вот то, о чем мы говорили. Стоит закоротить на боковом менте, и все, шар скидывает. Сильное нижнее вращение. О, как паровоз вагон толкает, да? Мог бы до середины дотолкать, но не дотолкал. Ну что, свой в угол. Смотрит что-то в середину. Мне кажется, вот свой в угол. Причем надо на сильном ударе играть. Ни рыба, ни мясо. Какой-то удар неуверенный. Вялое. Подготовки, вялое. Да, да, да. Причем это вот визуально видно, да? Со стороны это очень хорошо видно. То ли он до конца не принял решение, как бить. Ну что, свой. И смотрим за чужим шаром. Вот он катится, катится, катится. И скорее всего, прикатится в угол. Ну да. Чуть-чуть даже, может быть, перекатил. Перекатился. Особо не накатишь, но шара надо сыгрывать. Ну, уверенно. Так. Была попытка выхода в середину, скорее всего. Не получилось. Левая рука опять в ход идет. Далеко не на самом простом шаре. Практически все удары с левой. Нет, один раз не забил, по-моему. Не забил. Вообще, конечно, очень плотно играет с левой руки. Мощный удар. Видимо, не один час тренировок. Так, что-то такое. Чуть бардар помешал. Ну, мы прекрасно знаем, как много тренируется Абрамов. Поэтому, в общем, это неудивительно. Ну, вот что касается тренировки игроков. На самом деле, каждому игроку, в принципе, нужно свое время для тренировки. Есть игроки, которым достаточно 3-4 часа тренироваться. Кому-то надо 8 часов тренироваться. То есть нельзя сказать, что тренируйся 10 часов в день. Не станешь чемпионом. Да, можно, наоборот, перетренироваться. Поэтому тут уже тренер четко должен понимать, сколько данному игроку надо тренироваться. Ну, Абрамов варьирует. Какие-то моменты рассказывал во время той же пандемии. Там, и по 6 часов тренировался перед турниром. Там, 3-4 в день. Да, действительно, не переесть бильярды – это тоже очень важно. Ну, и стоит ли говорить, что насколько важна физическая подготовка для бильярдиста. У нас матчи проходят по 2 часа. А бывают матчи и по 3, и по 4 часа. И по 2-3 матча в день. Поэтому физическая подготовка для спортсменов – это очень важно. Ну, я думаю, что это как раз одна из причин того, что бильярд за последние годы резко молодеет. Причем практически все виды бильярда. Тут еще надо опять сказать, что, скажем, молодость бильярда, она тоже обусловлена психологическим состоянием. Вот обычно молодые игроки, скажем, 14-15 лет, они подходят и смело играют. Они даже особо ни о чем не думают. Ты проиграл, выиграл. То есть они как-то легко к этому относятся. Игрок там, скажем, 25-30 лет, он приезжает на большой турнир, он приезжает выиграть, заработать деньги, скажем. Ну, на коммерческий какой-то. Он приезжает выиграть деньги. А молодому игроку его папа с мамой кормят. Это очень часто бывает. Не забивает Азиз. А тем не менее прицельный шар подло подкатывается к лузе. Левое вращение мы видим. Не точно. Выравнивает положение, да. Нет, по шее. А, 6-6, да, 6-6. Два шара стоит. Ну что, свой. А луза мы знаем такая, кусачая луза. Оп. Ну, здесь она не кусалась, она даже не дотянулась, да. Не было шансов закусить. Пасть даже не успела раскрыть. Да. Так вот, очень часто бывает, что молодые игроки, когда им лет 15-16, ну, просто подходят ураганом, все сметают. А в 18-19 уже куда-то это уходит. Игрок начинает ходить, думать, и уже не такая яркая игра становится. Ну, таким же ураганом как раз в 15-16 врывался в бильярдный мир Иосиф Абрамов, который уже свои первые титулы начал выигрывать в этом возрасте, причем на уровне чемпионатов мира. Александр Паламарь тоже яркий пример. Нет, ну, таких примеров много, но просто мы говорим вот об этих двух игроках. Ой, насколько не точно. И шар, шар катится прицельный, и неужели мог еще раз упасть? Нет, ну, это было бы, наверное, уже чересчур. Ну что, свой играется, видимо, на сильном ударе. Главное еще под собой шар не задеть. Да, вонзает шара в лузу, биток. Ну, есть такое понятие свой-чужой, да? Мы объясним, что свой это шар, по которому игрок бьет, чужой, по которому он целится. В данном случае это был свояк. То есть забил свояка. И отыгрыш. Касание. Перекат середины. Условия правильного удара соблюдены. И на игре особо ничего нет. Ну, риск. Ну, вот сейчас надо посмотреть опять, как Азиз будет действовать на отыгрышах. Потому что в прошлый раз серия отыгрышей не привела его к успеху. Вообще Азизу надо рисковать, потому что ему же надо два шара забивать. То есть где-то надо сделать удар с подбоем. Ну, для начала надо выиграть позицию. Ну, вот это уже гораздо более качественный отыгрыш. До этого как-то вот совсем все плохо было. Так, борт, перекат. И вот на длинный борт ложится шар. На игре ничего нет. Хорошие. Вот два хороших отыгрыша мы увидели. Качественных отыгрыша. Причем вот такой перекат шаров же иногда длится по пять, по десять минут. Если игроки достаточно техничны. Если с нервами все в порядке. Вот такой интересный отыгрыш. Три борта. Но шар у середины. Да, Мадаминов дотаскивал, что ли, этот шар. Помогал телом. Помогал телом, да. Ну, что, перевод на два борта. По-моему, ошибка. По-моему, ошибка. Прям грубейшая ошибка. Ну, что. Прямо такого легкого ни в чего нет. Но Азизу надо два шара. Нет, ну, это, по крайней мере, ситуация, в которой можно обсуждать атаку. Можно размышлять о ней. Ну, я хочу сказать, что многие игроки вот в русский бильярд потихонечку пели у пула вот эту манеру, когда ты не уверен в ударе, встать заново, помелить и подойти к удару. Это очень важно. Опять большой пробок. Ой, и падает. Ну, сколько уже таких ударов было у Мадаминова, да? Да, сколько он может поднимать руку и говорить извините. Смотрите, как далеко от Лузы придется сейчас в борт свой шар. Да. То есть полтора шара минимум. Стоит задуматься над правильностью поговорки. Кто сильно бьет, тот сильно играет. Ну, что, разводка по длинным бортам или... Ошибка. Все, проиграл. Вот тебе, бабушка Юрьев, день. Ну, давайте вот сегодня, мы так не говорим, столько уже было очевидных... А, ну да, ошибка. Да, ошибка фоу, да. Это особенная ошибка. Ладно, проиграть партию в атаке, да? Когда ты атакуешь, не забил, ну ладно, а проиграть вот... Ну, это нервы. Это опять же нервы. Да. В общем, переживает Азиз. Главное не зацикливаться на этом. Главное забыть и играть. Об этом можно будет потом, после матча думать. Дома там, на тренировках. А сейчас надо забыть об этом. Ну, давайте, вернемся скоро. Да, ну что ж, самое время заняться физиономистикой. Ну, а это последний удар в предыдущей партии Азиза Мадамидова, который вел в матче 2-0, а сейчас уже счет 4-2. Ну, и учитывая то, как медленно, из-за большого количества ошибок развивается игра, не факт, что весь формат они отыграют. Шары еще не остановились, а он уже наклонял гору, закрыл глаза, потому что он уже все понял. Ну, это в первый момент, когда ты, когда уже удар совершен, ты уже понимаешь размер удара. Да, да, понятно. Но просто уже изменить ничего не можешь. Скажется ли это грубейшая ошибка на, вот как сейчас будет разбивать Азиз? Насколько точен будет его разбой? Да, мы помним, разбой Абрамова был аккуратный предыдущий. Он понял, что он забить не может. Не атакующий. Не атакующий. И просто, чтобы не развалить пирамиду. Нет, это атака. Это атака, подбой пирамиды, в середину выкатывается шар. Ну, крайне неудачный разбой, что можно сказать. Ну, сейчас, по идее... Ну да, в общем, тут можно много что сделать. Ну, психологически, как сказать, ты должен очень неплохо себя чувствовать. Да что ж такое, сглазил. Я не буду больше говорить. Нет, ну, действительно можно было сделать, просто... Ну, как такого шара не забить? Нервы, нервы, нервы. Как канаты натянуты, и ничего с ними нельзя сделать. Умение побороть себя, это великое дело. Канаты сложно вязать. Ну, Мадамидову сейчас уже некуда отступать. Он 2-4 проигрывает. Там просто по времени может не хватить. Ему даже с 2-5 отыграться он точно не успеет. У нас все-таки формат матча ограничен двумя часами. У нас с шестью партиями ограничено. У нас просто обычно 2 часа идет. А так же до 6 побед все равно будет длиться встреча. Другой вопрос, что, может быть, мы не успеем показать весь матч. Это другой вопрос, но матч длится до 6 побед. На самом деле идут разговоры о том, что надо принудительно ограничивать время матча, поскольку если мы хотим, мы это, я имею в виду, русский бильярд, попасть на телевидение, причем плотно попасть, то, конечно, надо как-то форматировать матчи по времени, поскольку, ну, бывают матчи по 6 часов. Такой матч невозможно ни показать, ни посмотреть. Но мало кто может позволить себе посмотреть матч длиной в 6 часов. Поэтому 1,5-2 часа это максимум, что можно отвезти на матч. Шар в лузе. И подкатил еще. И в угол, и в середину. Чуть не упал еще один. Случайный шар, можно сказать. Случайный шар. Ну, сейчас... Но это еще повезло Иосифу, что шар не встал в середине. Он бы мог просто в самой середине застрять. Так. Ну и этот... Как он любит. Как он любит. И опять машет. Ну, а чем его было играть? Мне просто интересно, сколько он раз будет наступать на одни и те же грабли. Уже раз наступил, два, три, ну, что-то надо делать. Убрать грабли. Убрать грабли. Пронумеровать их. Ой. Ну, что ж. Оба игрока после окончания Кубка Чемпионов, предыдущего нашего телевизионного проекта, наверное, они были одними из самых ведущих игроков в «Русскую пирамиду». Почему были? Ну, я имею в виду, были из тех, кто там, не считая Сергея Крышановского. Каждый из них выиграл по три этапа турнира. Турнир называется «Игра такая корона». Она сейчас разрабатывается. Экспериментальная игра «Русскую пирамиду». По три Кубка выиграет среди сильнейших игроков. Ой, какой промах. Азиз выиграл турнир в Омске, крупный турнир. Иосиф выиграл в Казани. То есть у них, в общем-то, регалии где-то приблизительно одинаковые. То есть, в принципе, игроки натренированы, находятся в форме, но нервы. Вот тут. Самое интересное, что в бильярде за сколько? Ну, последние 30 лет практически нет спортивного психолога. Не было. Сейчас в последнее время стали появляться, а до этого не было спортивного психолога. То есть, в принципе, игрок даже не знает, как бороться с нервами. А ведь существует масса разнообразных способов побороть свои нервы. Считалочки там, дыхание, йога. Александр, вы сейчас очень тонкую тему, сами того не знаю, затронули, потому что у меня жена психолог. Вот. И, в принципе, потихонечку осваивает и спортивную психологию. Ну, вот мы яркий пример, да, спортивной психологии. Ярчайший пример. Ну, я думаю, психология 50%. Минимум 50%. Отличный удар. С переводом в правый нижний угол, подбивая шара. Ну да, там надо было немножечко раздвинуть вот эту комбинацию. И десятый подвинулся ближе к Лузе. До этого он так стоял на борту не очень удачно. Ну, не должен упустить эту партию Иосиф, хотя я уже боюсь что-то говорить. Забивает. Перевод. Только не Иосиф, а Азиз. Ой, Азиз. Перевод в противоположный угол. И восьмой шар. Да, восьмой шар в Лузе. Ну и борьба. Борьба. Завязывается борьба, поскольку если было бы 5-2, ну действительно тяжело бы совсем было. Ну, надо сказать, что сейчас потихонечку оживает спортивная жизнь после коронавируса. Пауза. К сожалению, многие, не всем спортсменам удалось получить игровую практику. Некоторые вынуждены там, кто-то дома находился. Не могли во всех турнирах принимать участие. И сейчас потихонечку, сейчас будет первенство России по русскому бильярду в Сургуте. Потом чемпионат России. Ну и в августе будет чемпионат мира. Я надеюсь, что мы на чемпионате мира сегодняшних наших игроков увидим. Так, ну статистика, ну процент ошибок немножечко у Мадаминова стал меньше, но это тоже не принципиально. Но обратите внимание, другие цифры изменились. И чуть побыстрее стал играть Мадаминов. То есть если у нас после пяти партий было 29 секунд в среднем на удар, то сейчас 25. То есть чуть-чуть он ускорил. Это тоже очень важно для бильярдиста почувствовать свой темп, свой временной размер удар. А Иосиф тем временем поменял все-таки свою политику и решил забить шара все-таки попытаться. Не стал разбивать пирамиду просто, а попытался забить. И возможно зря. Может и стоило продолжить свою тактику. Ну что, свой на сильном ударе. И очень будет много зависеть от прицельного шара. Что он подобьет. Так, вот он подбивает пирамиду. Шар в середину мы видим выкатывается. Желтый на игре. Ну в принципе да. Ну есть, есть над чем поработать. Ну та ситуация, когда надо просто забивать. Нет. Будет с выходом, видимо, играть. Азиз. Да. Перевод в противоположный угол. Получается перевод. Улучшает позицию Азиз. 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 Да, и есть шар, которым можно сыграть. Играет и улучшает позицию Свояк. Насильным, наверное, будет играть. Можно сыграть тихонечко и вывести прицельного шара на игру, но опасно. Лучше насильным. Да, с подбоем остатков пирамиды. И еще один падает шар. Так, ну сегодня количество случайных шаров зашкаливает у Азиза. Да, он сегодня может получить приз мастера трикшотов. Или непредсказуемых ударов. Четкий удар. С верхним вращением. Шар выходит. Свой шар подкатывается к лузе. Ну просто забить. Просто забить. Да, забивает шара. Перевод в серединочку. Не докатился. Хотя свечок-то есть, наверное. Вот мы видим. С правым вращением. Так. Это партия. Партия. Ну что же. 4-4. 4-4. Второй матч и второй матч непредсказуемый. Развивается по какой-то... Синусоиде. Синусоиде. Да, Синусоиде. Какой-то немыслимый какой-то режиссер. Очень талантливый писал. Потому что, ну, очень сложно предсказать, что матч будет именно вот так развиваться. Неужели мы опять контру увидим? Кстати, у нас очень часто контра бывает. А контра... Ну, контровая партия. Это когда до 6 побед счет 5-5. Это вот я объясняю для... Как раз для тех зрителей, для которых слово контра может означать нечто другое. Контровая партия. Ну, по смыслу понятно. Но, тем не менее. При счете 5-5 будет контра. Если счет будет 5-5. И надо ли говорить, насколько нервы будут там напряжены при счете 5-5. Может быть, как раз уже чуть-чуть и успокоится. Уже столько они потратили сегодня нервных клеток. И своих, и чужих. Очень сложно. Этот запас-то все-таки не бесконечен. Очень сложно. Они же не устанавливаются. При счете каждый же хочет выиграть. И понимаешь, и там-то цена ошибки. Если в начале цена ошибки еще плюс-минус, то в конце-то партии, в контровой партии цена ошибки. Все, может стоить всего матча. Надо сказать, вот когда игрок расслабляется, когда он проигрывает. Вот, например, до 6 партий проигрывает 5-1, зажатый. И 5-1 он уже понимает, что он проиграл. И тут он ловит свою игру. Он раскованный. Терять уже нечего. Он начинает играть и ловит игру. Так, смотрим за разбоем. Смотрим за разбоем. Важнейший элемент. Но сейчас довольно точно. Было близко, да. Довольно точно. Шар выкатывается в дальнюю левую лузу. Но надо, наверное, его забить для начала. Успокаивай. Вот этот круг вокруг стола, это чисто для успокоения нервов. Сергей Коржановский очень часто. Вот он обязательно делает круг вокруг стола. Скидывает вот это нервное напряжение. Шара в лузе. Да, тем более, что на первом ударе есть чуть больше времени для этого. Да, без лирики. Просто забил и забил. Так, вот это интересный удар. Попытка подбить пирамиду не точно попал. Попал по дальнему шару. Пирамида не рассыпалась. Но на серединочку шар есть. На угол есть. Но там надо тянуться. Там непростой удар. Но перспективный. Вот если вот в угол в левой сыграть. Вот. Вот про этот удар я говорю. То свой подкатывается к лузе. Ох. На сильном ударе с переводом в противоположную. Вот такое решение принимает Иосиф. Но не справляется. Но не исполняет. Не справляется. Технический брак. Ну, будем надеяться, что все-таки действительно не замена кия. Но сменить кия, я хочу сказать, это очень сложно для спортсмена. Поменять кия, это должна быть очень весомая причина. Просто обычный игрок прямо сживается с кием. И для него отличный удар. И кия, это очень много значит. Хороший кия, это, ну, как это, пол-дела. Вот, отличный удар. Сильный, мощный. И шар вонзается в лузу. И самое главное, что еще и... В середине продолжение. И вот тут важно, будет играть Азиз на лузе или будет какое-то продолжение. Смотрим. Шар в лузе и верхнее вращение и подкатывает. Он не хотел забивать его ни в коем случае. Если бы шар упал, это шло бы в разрез с намерениями. С намерениями игрока. Именно у лузы оставить шар. Чтобы продолжить комбинацию. Шар точно в створе луза стоит. Можно подбить, либо выйти прямо в угол, оттянуть шара, либо подбить. Вот, вот этого шара. Не получилось. Он его активизировал. Да, но хотел он подтолкнуть к правой нижней лузе. Но не получилось. Ну, можно желтый сыграть. Можно. Каким? Если нижним шаром, то вся пирамида будет разлетиться. То есть это удар, я не знаю, это очень удар, при котором нервы, конечно, напряжены. Поскольку он понимает, что если он не забивает, разбивает пирамиду, то... Но он нижний винт дает достаточно сильный. Но у меня ощущение, что он будет подбивать пирамиду. Ну, посмотрим. Да. Подбивает пирамиду. И падает шар. Неужели? Дальнюю. Опять поднята рука Азиза. Да она устала уже подниматься. Он уже устал поднимать руку. Посмотрите траекторию желтого шара. Это чудеса какие-то. Через весь стол. Ну, это просто. И точно. Это можно подборку таких ударов сделать. Да. Нарезку. Ну, я думаю, что коллеги, делающие программу Мир Бильярда, это учтут. Неудачно. Неудачно. Ну, а свои К в эту лозу? Надо посмотреть, есть ли слева шары. Да, есть один шар, но не середина. Но его, наверное, убирать от середины нет смысла. Может, легче в середину сначала сыграть. Не, можно и чужого продавить. Азиз давит таких чужих. Да. Продавил шара. Где награда? Где награда? Ну, в угол правый, наверное, чужой будет бить. Все-таки здесь больше чужих любят бить. Да. Забивает шара Азиз. Ну что? И с выходом на середину. Последний шар. И счет становится 5-4. Да, то есть две партии выиграл Мадаминов подряд. Потом четыре подряд выиграл Абрамов. И теперь три подряд берет Мадаминов. Качели. Да. Вот такие качели бильярдные мы наблюдаем. Ну что ж, уже немножко другой взгляд у Азиза Мадаминова. Вот эти три партии подряд выиграны им, безусловно, вот этот, да, сложный и решающий, по сути, удар, который закончился флюком, да, таким падением неожиданным. И категорически не идет разбой ни у одного, ни у другого. Это удивительно, да. Причем самую первую партию забил. И все, и потом как отрезал. Не стал Иосиф осторожничать, как он пытался, да, чтобы не разбить пирамиду, а сыграл на все, поставил на все. Да, хотя, насколько я знаю, покер лучше знает и больше любит Азиз Мадамин. Ну, покер это так, попутное развлечение. Ну, если уж говорить о ставках, ол-ин, да. В отличие от карт, тут мастерство надо. Тут бесполезно ждать удачу, хотя, как, вот удача помогла. Конечно. Сколько таких невероятных падений было. Минимум три у Азиза. Ну, это тоже такая старинная спортивная присказка о том, что везет тому, кто везет. Да, есть такое выражение, да. Ну, уж очень сильно везет сегодня что-то, Азиз. Ну, это может быть какая-то компенсация за 0-7 в финале в прошлом. Да. На турнире чемпионов, на Кубке чемпионов. Да, сейчас мы говорим о турнире на Кубок мира, но понимаем, что, в общем, идеологический преемник. Кием легенда играет. Азиз, вот поменял Кием, поменял Кием. Может, Кием счастливый такой, кто знает. Ну, по крайней мере, мы спрашивали его на разминке, он сказал, что он очень доволен этим Кием. Ну, вообще очень странно, за день-два до... Ну, за неделю, да? Да, по-моему, буквально за пару дней он сказал, что он поменял Кием. Просто странно, столь ответственный матч. Ну, если Кием лег в руку, вот бывает выражение лег в руку. Вот вроде бывает недорогой Кием, неказистый, а вот лег в руку и все. Бывает и такое. Это уже кураж. Ну, да, в общем, не факт, что Иосифу еще доведется подойти к столу. Ну, так разбил пирамиду, что, ну... Второй матч. Кубка мира и второй матч очень неоднозначный. Очень неоднозначный, очень драматичный. Вот, и мы сейчас посмотрим. С Владиславом Родионовым дальше победителя этого матча играть. А проигравший выходит на Миронову. Вот. Все очень уверенно. Вот это самая простая, самая уверенная его партия. И посмотрите, как... Главное, кинь не сломать, кинь-то новый. Аккуратнее надо с Кием обращаться. Ну, что ж, действительно невероятный сценарий. В итоге четыре подряд партии, уступая 2-4 в матче, берет Азиз Мадаминов. И можно сказать, что берет реванш. Да, там был финал полгода назад, проигранный вдрызг. Ну, а теперь... Ну, можно сказать, что ему помогло несколько случайных шаров. Но, тем не менее... Вот. И следующий нас матч очень интересный ждет. Дмитрий Белозеров и Семен Зайцев. Вот статистику мы смотрим. Мы смотрим, как ускорился, да? С 29 секунд до 21. Да, в итоге 21. И максимальная серия у него в итоге получилась 16. Ну, две последние партии он собрал, не отходя от стола. И сразу выросли проценты и удачной атаки, и количество забитых. Естественно, уже на порядок больше у Азиза Мадаминова. Ну, мы напомним схему проведения турнира. Игрок не вылетает из турнира, он уходит в нижнюю часть сетки. Соответственно, мы еще встретимся с Иосифом Абрамовым. И вполне возможно, мы еще увидим его в финале турнира. То есть, этот проигрыш ровно ничего не значит. И это удивительно, почему так нервничали. Первый матч, и тот, и другой понимают, что еще продолжат, даже несмотря на поражение, смогут продолжить участие в турнире. И это тем более удивительно, что они так нервничали по ходу этого поединка. И отсюда было такое огромное количество ошибок. Ну, уж очень хотелось доказать. Ну, давайте, может быть, что-то Азиз нам объяснит из происходившего на столе. Азиз, я тебя поздравляю. Ты выиграл свой первый матч. Ты практически отомстил за проигрыш в финале прошлого года. Что помогло тебе после того, как ты проигрывал 2-4? Ну, во-первых, он начал ошибаться. Я воспользовался этим. И получилось так, что я выиграл. Ну, в одной из партий ты ему подарил одну из партий. Что тебе это помешало, не помешало? Нет, я старался до конца играть. Я до конца борюсь всегда. Это правильно. Твой следующий соперник из Белоруссии. Как ты будешь готовиться к этому матчу? Точно так же, как к Абрамову. То же самое. Каждый соперник не влияет, какой соперник. Все равно. Отлично, удачи, поздравляю. И до следующего матча. Спасибо. Ну что ж, самые интересные моменты. Действительно, вот этот неожиданный шар желтый, который все-таки упал, который не точно сыграл Азиз. Скажем так, незапланированный. Да, незапланированный. Он действительно в девятой партии стал переломным. Просто перевернул игру, да. Ну, я думаю, что теперь и у Азиза Мадаминова, ну, хоть какую-то улыбку мы от него увидели сейчас во время интервью. И теперь и у Азиза, и у Иосифа будет почва для анализа этого матча. В отличие от того финала, о котором мы сегодня много упоминали. Там действительно, в общем, ни тому, ни другому тот матч не дал почвы для анализа. Вот. Вот сколько. Раз промазал, два промазал, три промазал. Ну что же. Отличный, отличный турнир. Да, с другой стороны, ведь вот то, что продолжают оба играть в этом турнире, это, наверное, и давало им какой-то шанс на ошибки. Может быть, поэтому тот же Азиз Мадаминов бил вот такие вот непростые удары с серийной стола. Вот эта поднятая рука, она как символ этого матча. Ну и вот этот шар. Да. Безусловно. Который, конечно, перевернул ход этой встречи. Вот. Ну, хочется огромное спасибо выразить Павлу Николаевичу Завальному, который смог найти силы, средства, чтобы на второй этап, на Кубок Мира. Просто здорово. Просто я думаю, что это все равно праздник для всех любителей бильярда. Какие бы матчи ни видели. Ну, разные матчи мы видели, но любой матч имеет право на существование. Ну, еще раз окончательные цифры этого поединка. Ну, а за всем позвольте откланяться. С вами были Александр Пухленко, вице-президент Международной конфедерации «Пирамиды» и комментатор Матч ТВ Игорь Швецов. Спасибо огромное. И не пропустите наши трансляции ровно через неделю. Каждый понедельник 22 часа. Всего вам доброго. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...